Где-то уже в сентябре, в октябре месяце мы заметили, что темпы не соответствуют заявленным и что в декабре месяце мы никакой сдачи не получим. А потом в деле и правда наступила тишина, рассказывает Алексей. Мужчина-дольщик жилого комплекса Нойлан-Черемушки. В июне 2015 года он купил квартиру в Долевое, правда почти сразу начал замечать, что этажей в доме не прибавляется. А потом компания стала банкротом. Тогда он обратился в инфоцентр службы строительного надзора. От службы мы первый раз узнали, что на тот момент начался вестись реестр граждан. Нужно было становиться в этот реестр, чтобы мы были учтены. Тогда только государство начинало вести учет и понимание количества людей обманутых. Тогда это все только нарастало, был пик такой разных строй появления. И с тех пор мы уже знали о службе строительного надзора и что здесь ведутся реестры. Речь идет о реестре дольщиков. Стать в него обязательная процедура. Многие дольщики делают это через юристов, отдавая последние деньги. Однако, говорят в строительном надзоре, у них это можно сделать бесплатно. Работу после пандемии возобновил их информационный центр для дольщиков. Вот для таких граждан как раз и подготовлены такие образцы, чтобы они не обращались к юристам, к частным, которые на этом бы зарабатывали деньги. А могли бы сами самостоятельно взять бланк, заполнить это и направить документы, наличие которых требуется, конкурсному управляющему, получить ответ о том, что они включены в реестр. А дальше дольщикам либо выплатят компенсацию, либо строительство их дома продолжится благодаря средствам бюджета. Так, например, дом Алексея и еще нескольких дольщиков Нойланда на Шевченко-1 и 2 достроят уже в этом году, в сентябре. И не только их. Помимо Шевченко-1, Шевченко-2, это один дом у нас в Сосновоборске, там три секции идет на достройку. Это Емельяновская Слобода, и это Емельяновская Слобода в Октябрьском районе, и Артиструем это на Ладоке Цхавели. Вот этих пять домов сейчас находятся у нашего регионального фонда. Эти пять домов полностью обеспечены финансированием. На домах уже провели все обследования и ищут подрядчика. Записаться к специалисту стройнадзора можно по телефону 2-73-02-59 и вас проконсультируют по вашей проблеме. И помогут стать уже не обманутым дольщиком. Алена Крашенинникова, Степан Майер, Новости Прима.